Саша в Днем ТВ с нас кафе три в одному. Гаджет-тест, как завжди, в цей час техничный король та контентный владика. Сема и Саша. У нас сьогодні дуже цікава тема. Розповідайте. Все мы и Саша. Все мы и Саша. Все мы и Саша. Все мы и Саша. На самом деле у нас опять очередной холивар. Я считаю, что аналоговая книга, у нас был спор с Сашей, аналоговая книга, вот эта олдскульная, никогда не вымрет. Она вот будет жить вечно. Потому что это целая культура. Если бы Семен мог ездить на конной повозке, ты бы до сих пор, наверное, ездил бы, да? Потому что все уже давно читают книги на электронных гаджетах всяких. Семен, ты леетачка, на чем ты ездишь? Я на самом деле езжу на ВАЗ-2108, этому посвящена моя книга. Я ее сам написал. На самом деле, ну посудите сами. Когда берешь книгу и заварил себе чаечко, сел, открываешь книжечку. Это целая культура, связанная с этим. Ты получаешь реально кайф от этого. Ты отримаешь кайф от этого? Ну я, взагалі, выступаю за все ж таки книжки. Ты вообще, даже когда с книжкой выглядишь умнее. А экология как же? Почекай, зараз мы дедем. Выглядишь реально умнее. Идешь так с книжечкой, все думают, что ты намного умнее, чем ты на самом деле есть. А вот тот факт, что ты открываешь, и вот эти книжки, эти листочки, слушайте, как они. Чувствуете это? Семен, я выгляжу умно даже в плавках на пляже и умнее, чем ты даже выгляжешь. А этот гаджет просто настолько придает мне, по-моему, шарма. Ну, а как же ты странички переворачиваешь? Как же ты странички можешь... Ну давай проверим. Это, по-моему, единственный недостаток моего гаджета. Я дал бабушке однажды его, а она сразу слюня вела ладошку и пошла водить по экрану. Ничего не чутно. Вы просто на кинестетике, а мы кинестетики, мы все сперемаем через дотоки. Да, ну а еще, вот когда ты берешь книгу, вот, ну не знаю, как эту, но ты берешь, так садишься и так. Когда читаешь ее близко, то даже чувствуешь запах этих бедных деревьев, которые умерли, но... Да, точно чувствуешь. Наверное, не в этом... Просто все дерева померли дуже давно на скерке, я разумею. Нет, это просто папа в гараже подпирал машину 25 лет этой книгой. Но она пахнет тоже своеобразно, понимаешь? Это никак не заменит вот такую электронную. Предоставь на тест, на тестирование понюхать. Не ожидали, да? 20 роков точно было. У меня, вот реально, твоя книга пахнет уже давно умершими деревьями. Это бедные деревца, которые населяли землю, и они умерли, были убиты жестоко, чтобы сделать эту книгу. Миш, а у меня благородная пластмасса. Ты понюхай. Новая пластмасса. А, ну да, я понюхаю. Новая пластмасса. Приятнее. Ты даже не скривился. Самое важное, я считаю, что я могу взять такую книгу и купить таких три, например. И у меня будет три книги, я иду в три раза умнее. И стоит это все там, ну 70 сколько, ну 80 гривен. А у тебя таких три книги купить, это будет там 500 долларов стоить. Таких три книги. Ты из прошлого столетия, по-моему, точно. Сюда можно закачивать книги другие вот такие. Не прямо бумажные туда, а как-то. В смысле, типа вставлять? И здесь у меня сейчас на самом деле 70 книг с копейками. Это примерно на 75 больше, чем ты прочитал за всю свою жизнь. Ну, к тому же я спасаю деревья, покупаю вот эти. Я не покупаю себе лишние книги, не трачу деньги на это. Я просто закачиваюсь и покупаю. Честно, покупаю, но они стоят дешевле. У меня есть на самом деле больше, я сейчас вам покажу. У меня есть намного больше книг. Ого, ты тут взял всю свою библиотеку насправде. Библиотеку? Библиотеку. У меня тут целая, целая... Я вот сейчас иду. Та зараз... Что ты нарубил ты, Господи? От тому я выступаю из электронной книжки. Едине, что можно сказать, что 50 гривен сюда не покладешь. Наука больная. На заникаешь, только сюда можно. Ну, правда, это был батл между нашими сегодняшними співведущими. Контентный владык это техничный король. И кто из вас выиграл? Я же говорю, я выглядел всегда умнее. Физика. Ты сейчас одна задачка по физике. 10 класс. Давайте на основном. Аня, давай поговорим тебе на книжке. Выбирай какую самую. На электронной или на такой? Нет, на такой. На самом деле еще один аргумент, который... Ну, у Саши нечего сказать на такой аргумент. Так. Я в детстве, и кто из нас в детстве так не делал? Ложили листочки сюда, закрывали и сушили. Помните, достаешь потом листочки вы там сушили? Достаешь листочек, а он на кусочки распадается. Такого ж не сделаешь с электронной книгой. Давай. Хочешь 32 сторинка? Так. Так. А да, так тоже делаем. Пятый рядок сверху. А мне кажется, это интересно. Пятый рядок сверху. Туненькие ножки в больших бакмахах. Микки Маус первый с наибольшей полнотой выразил художественную манеру Диснея. Познакомьтесь. Мини Маус. Окрім того, что можно гербарису, можно потом еще заначки шукать. Там завжди мне давали 5 грн. Я сховаю в якусь книжку, потом перебираю всю дитячую десять томив энциклопезии. У поклонников книг аргументы повторяются. Я смотрю, просто нет аргументов других. Окрім того, в книжке, ну в обычной книжке, можно подкреслить усі цитаты, потом перечитывать, выделить маркером. Один раз тоже можно. Один раз тоже можно. Например, мне понравился выраз. Некоторые обстоятельства рождения Бэмби. Подчеркнула. Хочешь запомнить, как это было на самом деле? А я раньше вырывал просто и все. А теперь все, я тут, ничего не нужно вырывать. Можна закладочку сделать электронную себе? А как же, а куда дарить все эти закладки, которые даруют света и саморобные? Может тебе еще фотоальбомы до сих пор дарят? Знаешь, что это рождение и речь фотоальбомы. Мы поговорим, Аня принесет в студию все свои фотоальбомы. Фотоальбомы – это крута штука. Не нужно, пожалуйста. Все, мы решили, чтобы... Чашка и фотоальбом – лучший подарок, я считаю. И рамка, конечно. И рамка. А еще свечка. Доброе, про подарунки, тест девайс подарунков мы сделаем наступного разу. Ну а мы сделаем висновок сегодня, что... Книжка не умрет. Книжка не помре никогда. Да, деревья только... Больше электронная. Нагадаю, что разом с нами нашу чудовую рубрику «Гаджет тест» ведут наши любимые и уже известные блогеры кедр.ком.